В 43-м лицее с 5 сентября дали старт патриотической традиции. Теперь каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия российского флага. Первыми, кому выпала честь поднимать триколор, стали активисты школьного музея Владимира Сущинского. 5 сентября исполнилось 110 лет со дня его рождения. Он родился в Саранске, окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. Мечтал снимать комедии, однако вместо кино ему пришлось фиксировать хронику военных действий. А вместо актеров в объективе Владимира Сущинского оказались настоящие герои, мужественно защищавшие родину. Он был очень одарен именно с художественной точки зрения. И вы знаете, про него очень много, ну не много, а воспоминания тех людей, которые с ним были связаны, которые вместе с ним снимали на фронте. Действительно потрясающие воспоминания того же Николая Быкова, насколько он был бесстрашный. И он даже иногда так было, что он шел на съемки впереди частей. Владимир Сущинский снял 11 тысяч метров хроники с передовой, часто работал в самом эпицентре событий и даже в экстремальных обстоятельствах безупречно выстраивал кадр. До самой смерти он не выпускал камеру из рук. И утром 23 февраля 1945 года она зафиксировала момент гибели талантливого кинооператора. В 43-м лицее в память о Владимире Сущинском работает школьный музей, где собрано около тысячи уникальных артефактов. Одним из наиболее ценных экспонатов можно назвать видеокамеру, аналог той видеокамеры, которым снимал Сущинский в своей хронике. В целом, я думаю, что многие экспонаты здесь важны. Также во время открытия музея было передано знамя Победы музею. В памятную дату экспозиция пополнилась копиями монтажных фронтовых листов Владимира Сущинского. Их передали гости из Москвы. Они тоже работают над своим школьным музеем. Цель визита – обмен опытом. Кроме того, представители двух школ договорились о дальнейшем сотрудничестве. Мы занимаемся тем, что ищем разные интересные вещи, также общаемся с потомками кинооператоров, занимаемся хроникой. У нас всегда открыт музей, каждый может нам прийти в вторую половину дня. Есть экскурсовод, который может рассказать все. В школьном нашем музее фронтового кинооператора Владимира Александровича Сущинского я занимаюсь экскурсионной деятельностью. То есть я веду экскурсии и также поисковой деятельностью. Мы ищем информацию, проводим время в архивах. Я считаю, что очень важно помнить, очень важно знать о своих героях. После ремонта музей Сущинского зажил активной жизнью. Еженедельно здесь планируют проводить экскурсии. Продолжится и научная работа. Одной из первых задач активисты и руководитель музея ставят поиск родственников Владимира Сущинского. Они просят откликнуться тех, чья судьба пересекалась с легендарным видеооператором. Ольга Данилова, Сергей Кувакин. Народные новости. Продолжение следует...